Значение этой профессии переоценить трудно, ведь от профессионализма ее обладателей зависит жизнь и здоровье матери. Акушерки оказывают помощь медицинскую и моральную, что может быть иногда еще даже более важно. И именно руки акушерки первыми принимают пришедшего в мир малыша. Сегодня, 5 мая, Всемирный день акушерки. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте уж начнем с поздравления. Я от своего имени, от всех наших телезрителей поздравляю вас с этим праздником. Здорово, что вы его проводите с нами. Благодарю. Я тоже присоединяюсь. Я поздравляю всех акушерок с их профессиональным праздником. Сегодня весь мир празднует Всемирный день акушерки. Случайных людей нету среди нас. Все мы проникнуты своей профессией. Поэтому я вам желаю всем здоровья, счастья, успехов, благодарных больных и здоровых деток. А сколько представителей этой профессии хотя бы в Самаре мы не знаем? Ну, нет. У меня вот в перинатальном центре, вот конкретно в перинатальном центре, 110 человек. Ого, много. Это только в одной медицинской единице, если можно так сказать. Друзья мои, мы работаем в прямом эфире, как обычно. Телефон 202-11-22. Возможно, у вас будут вопросы к Светлане Михайловне. Она на них обещала ответить. Я бы хотела, знаете, с чего начать? Для многих не очевидна разница между акушеркой и врачом-акушером-гинекологом. Может быть, сразу поясним? Ну, конечно. Врач-акушер-гинеколог – это специалист с высшим медицинским образованием, который заканчивает медицинский университет. Акушерка – это специалист со средним медицинским образованием, который в течение четырех лет оканчивает медицинский колледж. Разница? Вот. Это и вся разница. Это и вся разница, да. Ну, а вот что делает акушерка во время родов? Акушерка оказывает акушерское пособие. То есть она, акушерочка, встречает с приемного покоя родильницу. Измеряет ей артериальное давление, окружность живота, таз, поднимает ее в родильный зал. И там идет, сопровождает ее весь период родов. И плюс психологическая поддержка идет со стороны акушерочки. Акушерское пособие у нас и первый, и второй, и третий период родов объясняет будущей мамочке, как себя вести, как дышать. Ну, и смотрит за всеми жизненными показателями этой мамочки, чтобы никаких сбоев не было в организме женщины. Такая прям крестная мама какая-то получается, да, во время родов? Вы сказали, что оказывает психологическую поддержку. Но для этого же нужно, наверное, иметь тоже какие-то знания. Этому обучаются специально? Ну, этому обучаются. И как бы, ну, я так думаю, что каждая акушерка имеет свое сострадание, свое милосердие. Все мы, в основном, это профессия женская. Все мы прошли через этот этап материнства, все мы знаем, как это. И поэтому невозможно не ответить молодой будущей мамочке, как бы вот на то, что боль, предотвратить ее, успокоить, научить, как дышать, как вести себя, чтобы было ей гораздо легче переносить все эти свадочки. А вот у хирургов ведь вырабатывается, например, с годами защитная реакция, очень сильно не сострадать, иначе можно действительно просто не выполнить свою работу. А у вас разве такое не наступает? Ну, нет. Я же не просто так вот сказала, что не бывает случайных людей. Все мы, вот, все мы, ну, мы не можем пройти мимо этой боли. Наверное, это может быть единственная профессия, что в основном здесь идут женщины. Вот. Не просто так, ведь мы были, сначала были повитухи, и все женщины, потом были акушерки, потом только у нас появились врачи-акушер-гинекологи. Вот. И все время было психологическое сопровождение, и все время подержать за руку ее. Это, конечно, уже сразу облегчает боль. Побыть рядышком, просто успокоить ласковым словом. И все это, как бы, дает свои плоды. Ну, вы сказали, в основном женская профессия. А, ну, слово в основном подразумевает, что все-таки есть, что ли, мужчины-то в этой профессии? Есть, но очень мало. Потому что врачи-акушеры-гинекологи, это не редкость никого не удивляет. Есть. А акушеры, молодые люди там, вот у меня есть три юноши, которых, они работают акушерами, их очень любит женщина, их очень им нравится, когда они работают в это время, вот. Но они у нас студенты медицинского университета, то есть они будут опять будущими врачами. Светлана Михайловна, вы сказали, что разница, в общем, только в образовании, и это действительно очень, конечно же, важно. Но, тем не менее, а может опытная акушерка сама сопровождать беременность и, ну, полностью одна принять роды? Ну, нет, знаете, сейчас 21 век, как бы у нас, вот конкретно в перинатальном центре, конечно, такого нет. Есть специальная бригада, у нас команда работает. У нас есть по Самарской области опыт это ведение беременных. Вот в первой поликлинике, в 15-й поликлинике, насколько я знаю, там ведется самостоятельный прием акушерок, без врача. Там наблюдает акушерочка тех людей. Ой, а у нас уже звонок в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Почему у нас в первой поликлинике на Тополей нет вот спутник лази? Я сделала прививку, мне нужно вторую прививку. Прекрасно. Как вас зовут? И безболезно. Римма Федоровна. Римма Федоровна, мы на Тополей завтра позвоним, я вам обещаю. А сегодня мы поздравляем акушерок и говорим вот об этой специальности. Поэтому попробуем, может быть, решить вашу проблему, если сможем. Спасибо вам за звонок. Да, благодарю. Я перебила вас, простите. Мы вместе с Риммой Федоровной вас перебили. Ну, акушерочки, они выполняют у каждого свои должностные обязанности. У врача, акушерки, гинеколога – это одно, у акушерочки – это другое. Акушерка ведет роды все. Если вдруг какие-то случаются осложнения, боли, сложные, лечебные все манипуляции, это уже выполняет врач. И, конечно, все оперативные вмешательства – тоже это врач. Я сейчас хочу напомнить тем, кто опоздал к началу программы, вот как Римма Федоровна. Сегодня у нас в гостях Светлана Кашкарева, главная акушерка перинатального центра больницы Середавина. И мы говорим, конечно же, об этой специальности. И вот насколько благополучный исход родов зависит от опытности акушерки. Вот что она может сделать, если что-то пойдет не так? И, кстати, сразу же, может быть, оказывается ли она виновата, если все-таки что-то пойдет не так? Ну, роды – это такой процесс загадочный. Здесь в первую очередь зависит от самого настроя самой роженицы. С каким настроем она пришла рожать? И, конечно же, если акушерка будет выполнять все манипуляции так, как они прописаны, у нас очень много нормативной документации, клинические протоколы, стандартные операционные процедуры. У нас на всей инвазивной манипуляции расписано пошагово, что и как и кто должен это сделать, и меры их ответственности. Если вот в совокупности женщина к нам будет слушать нас, выполнять все, что мы ей говорим, и акушерочка будет выполнять все то, что прописано как правильно, ну, никогда сбоев в работе не будет. А все-таки, если что-то идет не так? Ну, что-то, если идет не так, у нас всегда работа в команде, всегда у нас есть, мы в родильном зале не одна акушерка, у нас всегда есть врач-акушер-гинеколог, врач-анатолог, который тут же, врач-анестезиолог, реаниматолог взрослый. Вот, то есть у нас идет командная работа. Сразу же все это решается в плановом порядке. Понятно, что женщина перед родами, если она имеет возможность выбирать, то она пытается выбрать опытную акушерку. Опытная акушерка, это, очевидно, равно количеству проработанных лет или как? Вот опыт, он как приобретается? Ну, вы знаете, вот у меня в родильном зале, как бы, тоже случайных людей нет. Там работают в основном акушерки свыше и с первой категории. Вот. Золотые ручки, прекрасные специалисты они у меня. Вот. Поэтому, ну, опыт приобретается, наверное, пять лет точно надо отработать. Вот. Только тогда человек поймет, что это такое. Нужно почувствовать дух перинатального центра, дух родильного зала, увидеть, что такое роды, что такое вообще вот этот процесс, таинство вот этой природы. Вот. Ну, и все будет замечательно. 35 лет назад вы пришли в профессию, а первое свое дежурство помните? Первое дежурство я его, конечно, очень помню, потому что сыну 5 лет исполняется суббота. Меня вызывают в родовое отделение. Было очень страшно, очень тревожно, так как до этого я работала в послеродовом отделении. Вдруг вот такая ситуация. Вот. Пришла. Ну, и, конечно, та бригада врачей, та вторая кушерка, которые были со мной рядом, они все подсказали, все рассказали. Никакой боязни не было. Вот. И в тот же, в первый же день мы приняли, лично я, вот там 6 родов. Вот. И все было чудесно. Первый день 6. Да. Ничего себе у вас боевое крещение. У нас конвейер, конвейер, да. А две кушерки, а все рожали у нас. Светлана Михайловна, я вас перед эфиром спрашивала, считали ли вы, сколько детей вы уже приняли на свет, вы мне сказали, что нет. А вообще никто не считает, или только вы? Да, ну, у нас, как бы, это наша обыденная работа, поэтому мы, если только вот посчитать в журнале родов, вот это все, посчитать, заняться этим, а так, конечно... Ну, смотрите, вот мы тут с режиссером умножили количество дней вами проработанных, это получилось 12 775, и если предположить, что это не один ребенок в день, да, то, ой, страшно подумать, какая же цифра-то. Да, теперь уже приходят рожать те девочки, которых я принимала, они уже рожают своих деток. Так, здорово. Давайте поподробнее, наверное, поговорим все-таки о том, что и как происходит в перинатальном центре, когда женщина приходит туда за будущим малышом. Но прежде чем мы поговорим, мы посмотрим сюжет, поскольку мы там побывали, и можем сейчас все увидеть своими глазами. В перинатальный центр Самарской областной больницы имени Середавина приезжают рожать женщины со всего региона и часто по назначению докторов. Именно здесь берутся за самые сложные случаи. В центре, который включают два родовых отделения, трудятся более 130 врачей и свыше 300 акушерок. Здоровье мамы-малышей здесь в буквальном смысле в руках медиков, в том числе акушерских сестер. Раньше ведь были повитухи, даже не было врачей-акушерки-гинекологов, а акушерки были первыми. Как акушерка приложит руки, от этого много значит. Будет ли травмирован ребеночек, родится ли он в асфиксии. То есть это очень большая и сложная работа. Именно акушерки помогают беременным и роженицам, берут анализы, ухаживают за новорожденными и мамами. И, конечно, ассистируют врачам. Ведь и само слово «акушерка» произошло от французского «помогать при родах». Анастасия Шагина работает в Самарском перинатальном центре с 2016 года. В прошлом месяце победила в номинации «Лучший фельдшер» отраслевого трудового конкурса «Профессионал года-2022». Акушерка обязательно должна оказывать поддержку женщине, потому что в такой сложный момент ей тяжело, ей больно. И человек должен ей оказывать свою помощь. То есть не только как медперсонал, а чисто еще по-человечески. Соседки по палате Алена Бурмистрова и Олеся Евдокимова всего пару дней назад стали мамами. Дети у них появились в один день – 3 мая. У Алены Максима, у Олеси Анастасии – оба первенцы. «Началось все еще дома. То есть как бы когда мы приехали, уже осталось совсем немножко времени за встречи. И поэтому профессиональные действия, как бы все сработано четко, на 100%. Мне было страшно, я боялась очень. Меня успокаивали, всякие хорошие слова говорили. Мне очень понравилось, что меня поддержали в этот момент трудный. Потому что я очень боялась. Первый раз рожала. В итоге очень быстро родила. Здоровенькие. Я очень счастлива». Однако не всегда все проходит быстро и просто. Как отмечают врачи, многие женщины с патологиями получают здесь консультации из федеральных перинатальных центров. «У нас, например, рожала женщина с пересадкой в прошлом печени. И федеральный центр сделал заключение рожать там, но она не успела, так сказать, там, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Она успешно родила у нас. Сейчас очень много женщин рожают с наличием рубцов на матке. Вот вчера, например, была операция с 4 рубца на матке. Вчера были пятые роды». В прошлом месяце в Самарском перинатальном центре приняли 255 родов. А с начала года здесь появились на свет более 800 малышей. Мы продолжаем разговор в студии программы «Звоните доктору». У нас в гостях Светлана Кашкарева, главная акушерка перинатального центра Самарской больницы Середавина. Так приятно видеть мамочек, которые уже родили, все хорошо, все спокойно. Но, насколько я понимаю, ведь в перинатальный центр, в общем-то, в основном поступают женщины из высокой группы риска, правильно? Да, совершенно верно. Ну, в связи с этим, то есть вы уже понимаете, с чем вам придется иметь дело. Означает ли это, что ваши акушерки имеют какую-то сверхвысокую квалификацию? Ну, квалификационной категории у нас их всего три. Вторая, первая и выше у наших акушерок колоссальный опыт. Над каждым случаем идет индивидуальный подход. Вот, поэтому опыт, практика, вот это все в совокупности, сострадание, все это дает результаты нашего труда. Вот мы с вами говорили о том, какую роль может сыграть акушерка во время родов. И при этом, в общем-то, легенды слагаются о том оборудовании, которым оснащен перинатальный центр. Это все знают. Вот, Светлана Михайловна, такой вопрос, может быть, не очень корректный, но тем не менее, вот что перевешивает в успехе наличие вот такого прекрасного оборудования или опытные руки? Ну, мне кажется, здесь в совокупности и наличие вот этого высокотехнологичного оборудования, и плюс люди, человеческий фактор, их профессионализм, их ручки, их, ну, сострадание, вот это все. Потому что, конечно, такое высокотехнологичное оборудование, оно облегчает нам наш, как бы, труд и освобождает времени для затраты вот на какие-то те манипуляции, которые сейчас мы можем не тратить время, а можем просто оказывать какую-то психологическую поддержку женщине. Например, вот монитор пациента. Если мы раньше могли, каждые два часа обязаны были померить артериальное давление у женщин на двух руках, все равно это занимало какое-то время. Сейчас вот этот монитор пациента, он беспрерывно показывает, в любое время мы можем посмотреть, там показывает все жизненные витальные функции, пульс, артериальное давление, температуру. И также по ребеночку, фитальные мониторы, когда мы накладываем датчики на животик мамочки, мы видим, каково сердцебиение ребеночка. Не надо стетоскопом слушать ребеночка. Мы смотрим характер родовой деятельности свадочки, как идут или нет. У нас все, как бы, все мы видим на мониторах. А вот за эти 35 лет много таких изменений произошло, как вы начинали и вот как рожают сейчас? Много, конечно. У нас же сейчас вот и раннее прикладывание груди. Раньше этого же не было, по показаниям это было. Отсроченное пережатие пуповины. Раньше вот мы как бы и не думали о том, что мы будем рожать женщин с рубцами на матке. Вот. То есть первый кесарь, второй, пожалуйста, если это позволяет, мы готовы. И есть у нас такие, которые рожают преждевременные роды. Ну, 500 граммовых деток мы даже и не думали, что мы будем рожать. Сейчас, пожалуйста, такое оборудование, где есть транспортировочный у нас кювес, где мы ребеночка можем беспрепятственно положить после родов и отвезти его в палату реанимации. Очень много, конечно, всех этих инноваций, технологий, которые и ведут вперед, которые дают возможность выходить даже с низкой или экстремальной низкой массой ребеночка. А вот это оборудование не вызывает затруднений у персонала? Нет. Когда оно поступает, обязательно приходят с завода, с поставщики, которые проводят обучение этих сотрудников. Вот. И все очень быстро это вникает. А потом это нам надо для работы, это надо для хорошего результата. Поэтому нет, это несложно. Какой момент в родах самый сложный? Вы знаете, роды это вообще сложный процесс. Состоит он из трех периодов. В первом периоде мы обязательно должны смотреть, чтобы не было никаких отклонений, чтобы ребеночку было комфортно, чтобы мамочки-сватки были менее болезненные. Наверное, второй период самый ответственный – это период изгнания. И от того, как мы родим ребеночка, как головка повернется, как мы выведем, как плечики подойдут, чтобы не было никаких затруднений. Вот такова и жизнь будет ребеночка. Третий период, он тоже очень важный. Последовый период, чтобы не было кровотечения, чтобы не было осложнений со стороны матери. То есть они все очень важны. Такой ответственный процесс, ну, наверное, самый-самый ответственный – это второй. Сейчас, наверное, у вас уже никто не спрашивает, кого я родила, да? И раньше кушерке говорили, мамочка у вас мальчик. Сейчас все уже знают заранее, да? Ну, да, да, знаю, да. Ну, бывают такие казусы иногда, как мальчика-девочка была. Светлана Михайловна, а что все-таки является таким вот весомым залогом успешных родов? Ой, ну, опять я, наверное, повторяюсь, это хороший настрой женщины и командной работы у нас. У нас такой коллектив прекрасный, где мы с полуслова, с полузгляда уже все понимаем друг друга, что нужно сделать в той или иной ситуации. Вот, и когда вот есть прекрасный коллектив, который, он слаженно работает, знают все-вся последовательность действий, кто за что отвечает, где что лежит, какую аппаратуру надо подключить. Вот это, как бы, является залогом хорошей работы. А со стороны женщин, которая рожает, тоже, может быть, что-то посоветовали, что точно нужно? Ну, во-первых, женщины, они должны готовиться к родам, потому что некоторые мамочки, которые приходят в женских консультациях, у них есть школа позитивного материнства, их учат дыханию в родах, как себя вести. Ну, некоторые, они все очень, когда начинают с первой сфаточки, они все это очень резко забывают. Вот, поэтому настрой должен быть положительный. И выучить, как бы, прием обезболивания, как самой себе помочь. Тогда все будет хорошо. А вот говорят, что раньше женщины рожали быстрее, потому что много занимались физическим трудом, и это, ну, сказывалось на процессе. Да, вы знаете, природу не обманешь. Если есть у первородок, вот, первый период родов, вот, как он должен идти, не более, не менее, там, 12 часов. Раньше они и сутки рожали. Вот, поэтому, да, раньше же были многодетные мамочки, в семье было помного детей. А уже после первых родов, вторые, третьи, четвертые, они тут гораздо быстрее. Может быть, это с этим связано. Раньше считалось, что все-таки родить ребенка нужно до 30 лет. Видите ли вы сейчас тенденцию, когда более возрастные мамочки? Да, да, к сожалению, мы, да, перешли такое, что хотят выучиться, хотят сделать какую-то карьеру, и только потом начинаем рожать. Но мы, как бы, всегда говорим, вам нужны здоровые детки, а с возрастом мамочка приобретает уже какой-то букет в себе заболеваний. И ребеночку-то нужны молодые родители, поэтому надо всему свое время. Роль акушерки принять нового гражданина, выпустить его в свет, дать ему, скажем так, путевку. И я не знаю, ваша ли это задача, но все-таки вот есть ли у акушерки такая санитарно-просветительская работа? Что вы вообще вносите ли вы в свой вклад в профилактику абортов, потому что это ведь на сегодняшний день тоже... То есть это вот совершенно противоположность тому, что должны бы делать вы, да? Нет, конечно, у нас каждые акушерки, они закреплены за своим отделением. И в любом отделении, где работают акушерки, по своему профилю они проводят санитарно-просветительную работу. Если женщины лежат в палате патологий, они еще только готовятся стать мамочками, там проводится своя санитарно-просветительная работа. Это, ну, гигиена беременной женщины, питание беременной женщины, вред курения, уход за... там, как готовится подготовка дыхания всего. В послеродовом периоде мы уход за молочными железами, сцеживание, как проводится, уход за ребенком. И, конечно, всегда красной нитью у нас идет. Это вред аборта, вот, поскольку нам нужно здоровое поколение, нам нужны роды. Ну, к вам-то уже беременные приходят уже про аборт. В послеродовом отделении мы мамочкам всегда говорим, что не забывайте о средствах контрацепции. Пожалуйста, половой покой послеродов. И всегда, когда они уходят от нас, мы всегда говорим, приходите к нам еще. И все с нами соглашаются. Ну, здорово, если так. Давайте вернемся все-таки к тем, кто рожает детей, принимает такое решение. Многие все-таки скептически до сих пор еще относятся к партнерским родам. В перинатальном центре они вообще возможны? И как вы воспринимаете, когда женщина приходит рожать? Ну, мы приветствуем партнерские роды. С кем? Во-первых, с кем приходят чаще? С мужьями. С мужьями приходят. Хотя партнерские роды, они предполагают собой. Пожалуйста, тот человек, которому вы верите. Сестра, подруга, знакомая, мама. Вот любые партнерские роды. Вот кому вы верите, пожалуйста, но основная масса идет, это, конечно, с мужьями. Но это такой период в жизни, которому надо подготовиться, конечно. Конечно, чтобы супруг был готов, а супруга не возражала. Он должен в это время быть первым помощником. Потому что бывают и такие, которые, они наоборот мешают персоналу. Ему настолько жалко свою жену, что он бегает за всеми, обезбольте, сделайте хоть что-то. То должны адекватно воспринимать ситуацию. Не из любопытства, а первый помощник должен быть. Он должен помогать жене преодолеть эту боль, преодолеть этот период родов. И женщина, конечно, ей комфортно, когда муж рядом. Родное лицо, родные ласковые слова какие-то говорят. Какие-то элементы массажа, поглаживания с целью обезболивания. Вот, поэтому мы только приветствуем. Был момент, когда вот была пандемия. Конечно, у нас были ограничительные мероприятия, и мы запрещали их. Сейчас, пожалуйста, мы только рады. Еще один такой серьезный вопрос из этой темы. Многие приверженцы домашних родов ссылаются на то, что раньше наши прабабки рожали и в поле, и где угодно. Ну, во всяком случае, уж дома. Ну и прекрасно. То есть, какая необходимость. Вообще, это ведь не так уж мало, да, сегодня дома рожают? Бывают у нас домашние роды, бывает, но это когда не из-за того, что женщина захотела, а из-за того, что не успела скорой приехать. Если не успела, ладно. Я знаю, что некоторые прямо на это целенаправленно идут. Ну, до нас такие не доезжали. Ну, а вообще, что вы думаете о таких ситуациях? Ну, я категорически против домашних родов, потому что даже прекрасно, которая длится вот эта беременность, она может закончиться непредсказуемая. Вот, поэтому и процесс такой непредсказуемый, и ребенок может пострадать, и кровотечение должно начаться, и выпадение петель пуповины. Всякая может быть ситуация, которая потребует экстренного хирургического вмешательства, а это все время надо будет довести. Поэтому, как бы, я не советую этим решить. А вот эти новые способы обезболивания, когда, например, женщины не предлагают попрыгать на мяче, на фитболе? Покататься. Да. Или там какие-то еще вводят обезболивающие манипуляции, проводят. Вот к этому как вы относитесь? Ой, мы прекрасно используем эти. У нас в каждом родильном зале есть эти мячи. Правда, помогает? Ну, да, да. А эти мячи, они, самое главное, чтобы они не были туго надуты. Надо, чтобы они немножечко были сдуты, чтобы женщина, когда сидела, раскачивалась, она немножечко вот этот вот шар пригибала. Когда они раскачиваются, взад, вперед, у них идет расслабление позвоночника, мышц тазового дня, дна, они дышат хорошо, они дают ребеночку кислород. И действительно идет... Кто бы мог подумать. И, конечно, это идет обезболивание. А когда еще в сопровождении с партнерскими родами, и муж тут ей по спинке еще, это вообще вдвойне? Да. Думали ли вы об этом 35 лет назад? Нет, конечно, не думали. Светлана Михайловна, а у акушерок есть свои суеверия? Ну, приметы какие-нибудь? Ой, да, наверное, мы уже как бы в 21 веке отошли от этого. Нет, нет. Я читала, что в каком-то отделении, если падает ложка, а акушерки ее не поднимают, потому что... У нас, знаете, какие есть суеверия, когда после помывки мы открываемся, после плановой дезинфекции, либо Новый год у нас начинается. Кто должен родиться? Кто должен родиться, да. Кто первый родился? Если девочка, будем работать с полной отдачей. Если мальчик, будет все спокойно. Вот интересно. То есть, женщину связывают с такой работоспособностью повышенной, да? Да, да, да. И, может быть, еще прям вот очень коротко, какие самые главные суеверия у рожениц? Ой, ну, очень как бы такие, что вот то им надо косички развязать, то или еще что-то. Ну, я думаю, девчонки сейчас все в интернете, они все это уже как бы... Телефоны не мешают вам во время родов? Нет. Мы их отключаем, чтобы мониторы у нас не мешали нашим мониторам. А поскольку сейчас многие любят реалити-шоу из своей жизни устраивать, там не ведут прямые трансляции? Мы мамочкам говорим, это будут помехи, потому что я сама говорила, что у нас много мониторов, и мы не поймем, ребеночек страдает или это мешает, ваш телефон. Пожалуйста, уберите. Светлана Михайловна, ну, еще раз с праздником поздравляем вас. И прощаемся с нашими телезрителями. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо. Спасибо всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова